Если такие люди, как вам, придут к власти, то такие люди, как я, подвергнутся иллюстрации. Если Навальный доживет до выхода из местных строя отдаленных, на броневике въедет, в госдуму, арт гражданского мужества. То есть, понимаете, у нас ни одна оппозиционная партия за власть не борется, а всех самых буйных отсели еще на начальном этапе. Одного так вообще где-то в горах искали. Жить тяжело, но терпеть можно. Обе стороны довольны, но вполне способны достать фигу из кармана. А это было бы главное событие компании. И все бы говорили, о, о, теперь, о, теперь это ружье не выставит. Революция случается тогда, когда терпеть нельзя. Как вы понимаете, махарик запущен, обратного хода уже нет. Интерес в любом случае гарантирован. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Калащев Константин Эдуардович, политолог, руководитель политической экспертной группы. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Константин Эдуардович. Сразу перейдем к вопросам. В эфире «Эхо Москвы» вы сказали, что в случае с депутатом Государственной Думы действует принцип «один в поле войн». На ваш взгляд, допустит ли власть в федеральный парламент хоть одного несистемного кандидата? Главный вопрос, проголосуют ли за них избиратели. Потому что независимые опросы в московских округах показывают, пока политики, которых можно считать несистемными, ну или полусистемными, проигрывают кандидатам власти, согласно тем данным, которыми я располагаю. Я полагаю, что власть делит несистемщиков на две категории. Да, есть антипутинцы недоговороспособные, есть антипутинцы договороспособные, такие как, например, в партии «Яблоко». И я полагаю, что от партии «Яблоко» может быть кто-то изберется. Может быть даже кто-то изберется из самодвиженцев. Собственно, всех самых буйных отсели еще на начальном этапе. Что же касается тезиса «И один в поле войн», я имел в виду, что человек, даже один человек, попав в парламент как представитель 15-20% недовольных, критикующих власть россиян. Эта оценка не моя. Новый директор Левада Центра в Фейсбуке написал, что по его представлениям, согласно опросам Левада Центра, количество сочувствующих и симпатизирующих Навальному может доходить до 20%. Так вот, если один человек попадает в парламент, он выражает интересы и воли не только своего округа избирателей, которые с ним проголосовали, но и всех тех, кто себя с ним идентифицирует, с его взглядами. И даже один человек может наделать очень много шума. Это мы с вами прекрасно понимаем, это понимает власть, поэтому будет сделано все для того, чтобы победили провластные кандидаты. Но я не сторонник очернения наших выборов, потому что действительно власть использует разные способы решения проблемы, но электоральные, то есть связанные с проведением выборной кампании, все-таки являются основными. И если мы опять же посмотрим на рейтинги, ну, например, да, можно сказать, смотрите, у «Единой России» рейтинг 28-29 пациентов, это же мало. Но это 28-25 пациентов. По Москве 15, говорят, да? Да, но в Москве, может быть, это до 20 не доходит. Но это же от числа опрошенных. А когда берешь цифры от тех, кто собирается идти на выборы, получается совсем другая картина. А с учетом того, что сейчас очень многие люди оппозиционно настроенные полагают, что на выборах все подрешено, а значит, участвовать в этом не нужно, часть протестных избирателей останется дома. И еще одно обстоятельство. В любом округе, где есть несистемный кандидат, есть еще 2-3 оппозиционера, которые борются с ним за голоса. То есть нет единых кандидатов от оппозиции. И даже в той же Москве, например, если мы посмотрим на ситуацию в округах, кто идет вторым, как правило, после самодвиженца, поддержанного мэрией или единоросса? Представитель КПРФ. То есть не Алена Попова, не Марина Литвинович, не Кирилл Гончаров от Яблока или кто-то еще. Как правило, вторым идет представитель КПРФ. Что касается представителей КПРФ, ну, на прошлых выборах, я сейчас, боюсь, что 3 или 4 человека избрались, помимо всех всяческих согласований от КПРФ по округам, например, господин Куринный, и товарищ Куринный из Ульяновской области. Ну и что вы много слышали о том, как он там революцию устраивал в Госдуме. Думаю, что ничего не слышали. Я тоже ничего не слышал. То есть многие кандидаты, которые являются оппозиционными во время выборов, в случае избрания готовы шагать по ногу. Так что один поле войн – это метафора. Я думаю, что, может быть, конечно, кто-то из тех, кто пойдет в Госдуму, будет готов плыть против течения. Но, как правило, все-таки мы видим, что люди в дальнейшем меняются и готовы жить и работать в Госдуме по общим правилам. Константин Владимирович, может ли случиться опрокидывающее голосование, о котором вы также упомянули? Есть понятие «опрокидывающие выборы». Они регулярно случались в странах Латинской Америки, когда кажется, что все подрешено. Как это было в случае с Пиночетом, который устроил референдум и проиграл его. Когда кажется, что все подрешено, но оппозиция получает симпатии большинства, и даже с помощью фальсификации невозможно ничего изменить. Это касается голосования в целом. Опрокидывающие, то есть когда партия власти проигрывает. В нашем случае партия власти не проиграет, но опрокидывающие голосования может быть в отдельных округах или в отдельных регионах. То есть для «Единой России» очень важно выиграть все регионы. Но я думаю, что есть территории, где ей будет сложно отстоять свое лидерство. Например, Ненецкий автономный округ. Да, там до сих пор жива память о том, как их пытались объединить с Архангельской областью. Как известно, там по этому поводу было массовое протестное движение. И, в принципе, осадок остался в Якутии. Последние выборы мэра Якутии показали. Там представитель партии власти с трудом выиграл у местного журналиста, который выдвигался от «Справедливой России». Но, собственно говоря, неважно, от кого бы он там выдвигался, просто он аккумулировал все протестные голоса. Хабаровский край, где рейтинг партии власти крайне низкий. И люди, может быть, перестали ходить на митинги в поддержку Кургала, но вполне способны достать фигуру из кармана в день голосования. И в три дня голосования. В общем, опрокидывающее голосование, как голосование против кандидатов и против партии власти, против кандидатов от власти и против партии власти, вполне возможно, но не в стране в целом, а в отдельно взятых регионах, городах или избирательных округах. Насколько принципиально для властей показать правильный, с их точки зрения, результат в федеральных центрах, в частности, в столице, в Петербурге и в том же Хабаровске? Ну, безусловно. Ну, в Хабаровском крае все будут смотреть на Дегтярева. Избрали, не избрали. Я думаю, что мы изберут. Ни мы чем-то к Катаням изберут. Там у нее такие конкуренты, что проиграть просто невозможно. Подбор конкурентов соответствующий. Партии решили подыграть. И выдвинули не самых сильных конкурентов исполняющим обязанности. А вот что касается Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска. Ну, в Хабаровске, в принципе, может так случиться, что, например, КПРФ получит серьезный бонус просто потому, что сторонники Фургала или люди, как бы, симпатизирующие, протестующие. Не обязательно, как бы, твердые сторонники. Это могут быть и просто те, кто недоволен характерным отношением федерального центра и регионов. Прогласуют не за партию власти. В Питере, я думаю, ситуация, конечно, считается, что Петербург переместилась в столице протестного движения. Там были самые массовые митинги, как известно, в том числе и самые массовые митинги на вольнистов. Но вот что-то мне подсказывает, что в этот раз это ружье не выстрелит. То есть я думаю, что все-таки в Питере на первом месте будет единая Россия. Хотя для власти, безусловно, важно показать, что она выиграла все ключевые города. То есть на самом деле поражение партии власти даже в одном городе это уже повод для далеко идущих выводов. И есть целый ряд инструментов, которые можно использовать для того, чтобы не допустить такого. Если для власти это действительно важно, для нее это важно не проиграть ни один город-миллионник, не проиграть ни один регион. Есть методы агитации и пропаганды, но есть еще методы мобилизации. То есть мобилизационные проекты как гарантия того, что комбинаты власти будут иметь преимущество. А протестников, ну, знаете, можно всегда чуть усилить сигнал тех, кто их части, которые говорят, что выборы — это жульничество, выборы наши — это имитация, это вообще не выборы и так далее. Каждый раз перед выборами начинается полемика идти на выборы, не идти на выборы. И, как мне кажется, кому-то помогают усилить сигнал вот на тему «не идти», то есть бойкотчиком. Бойкотчиком. И еще одна история — это, конечно, дискретация оппонентов. То есть, собственно говоря, либо дискретация, либо недопуск, как вот сейчас происходит с господином Вишневским в Санкт-Петербурге. Мне он не очень симпатичен. Честно говоря, мы с ним порас поругались в Фейсбуке. Если такие люди, как он, придут к власти, то такие люди, как я, подвергнутся иллюстрации. То есть, по мне, так он не обольшевик. Но многие считают, что он, на самом деле, Светоч и демократ, и фиберал, и оппозиционер. Вот его не хотят пускать на выборы. Есть формальные к тому основания. Но, думаю, понимаете, есть повод, есть причина. Формальное основание — это одно, причина — это другое. Константин Эдуардович, возможно ли протестные акции после выборов или российское общество настолько уже задавлено, подавлено и атомизировано? Ну, протестные акции будут, но, я думаю, не многочисленные. Если вообще будут, потому что оппозиция разгромлена, фактически, системная оппозиция. Если мы не говорим про левых, коммунисты, вряд ли будут вводить людей на улицу. Что касается несистемной оппозиции, то она сейчас находится в плачевном состоянии. Конечно, многое зависит от того, насколько ожидат выборов совпадут с ожиданиями граждан. Я думаю, что граждане, даже оппозиционно настроены, вполне допускали, что Един Россия может дорасти до 50%, но если, допустим, убедить 75 или 80, то есть есть белорусский сценарий. Что говорят по поводу Батики, по поводу Лукашенко? Что если бы Лукашенко был скромнее? 60, да? Ситуация была бы другая. 60, да. 60-65 хотя бы, да? Отдал бы оппозиции 30, а 35 ситуация могла бы быть другой, потому что это выглядело бы правдоподобно. То есть когда все твои знакомые говорят, что они голосовали против, а тебе говорят, что 90% голосовали за, это, конечно, вызывает воздражение. И вопрос в том, каким будет итоговый результат. То есть если он будет как-то совпадать с ожиданиями людей, с представлениями о том, что о нормальном, да, это одна история. Если бы совсем не совпадать, другая история. Но два раза бомба в одну воронку не падает, и нельзя два раза войти в одну и ту же реку. События 2011 года вряд ли повторятся. Я имею в виду Болотную. Кстати, когда была Болотная, я работал в Ульяновской области и за деньги заказчика решил дотрать свой интерес, как люди относятся к тому, что происходит на Болотной, в городе, где никто на улицу не вышел. Протестовать. Так вот, в Ульяновске мнение здесь почти поровну с некоторым перевесом в пользу поддержки протестующих. А сейчас, как мне кажется, это были другие времена. Еще не было 2014 года, еще много чего не произошло. Сейчас, в том числе, и ковидная реальность влияет. Мне кажется, наше общество атомизировано находится в состоянии апатии. Знаете, что воля, что неволя, все равно. В 2011 году даже Миронов выходил с белой ленточкой, нынешний лидер Справедливой России за правду. А сейчас, сейчас, одни присягнули в лояльности, вот, а у других нет сил возможностей, а кто-то, иных уж нет, а те далече, да, а кто-то, как Навальный, находится в местах не столь далек. Поговорим о Навальном. То есть, на ваш взгляд, на данный момент, в нынешних реалиях у оппозиции нет никаких шансов взять власть через улицу? Нет абсолютно никаких шансов. Начнем с того, что это просто не дали бы силовики. Вот. Если уж Беларуси не смогли взять, да, при тех настроениях, которые были, наша силовая структура выглядит куда внушительнее, чем белорусские. Посмотрите, количество людей в погонах на душу населения. И вы думаете, они перейдут на сторону восставшего народа? Очень вряд ли. Потом и народ не восстанет. Есть же классические признаки реализационной ситуации, описанные еще Владимиром Лениным. У нас верхи еще могут, а низы еще готовы терпеть. Знаете, как на фокус-группах говорят, ну, на самом деле, конечно же, есть проблема и снижения социального самочувствия, и отсутствие социального оптимизма, да, доходы снижаются, цены растут. Но на фокус-группах люди говорят, жить тяжело, но терпеть можно. Революция случается тогда, когда терпеть нельзя. Да и потом у нас серьезная приивка от революции, еще в 17-м году нам ее сделали. И я думаю, через улицу в России ничего решаться будет. Я полагаю, что будет все-таки эволюция самого режима со смены президента. Но этого еще ждать-дождать. Так что надо набрать терпение. Та ситуация с наблюдателями от ОБСЕ. Власть чего-то опасается? Почему она фактически заблокировала или создала такие условия, что не допустило желаемое количество наблюдателей? Ну, обе стороны довольны в итоге. Хотя это нехорошо и не здорово для имиджа выборов, потому что ОБСЕ получает возможность таким образом еще жестче критиковать российские выборы. Что касается нашей Центральной избирательной комиссии и вообще нашего политического руководства, то я думаю, предполагалось, что наблюдатели ОБСЕ поедут не туда, куда им предложат, а будут искать всячески и, может быть, находить что-то, что может наш выбор дискретировать. То есть их же воспринимают не как наблюдатели у нас здесь, а как агентов влияния чуждого, как, собственно говоря, и нашу оппозицию, наши наблюдатели типа голоса. Я считаю, что нужно было все-таки договариваться и в конце концов, так, если вот по-честному про наши выборы, Россия становится многообразной, очень разной, да. То есть есть регионы, где у нас все происходит вполне чисто, честно, прозрачно и наблюдателям ОБСЕ там нечего было бы даже ловить. Есть, конечно, регионы электральных аномалий, где, например, человек может находиться на этом участке, потом объявит явку 90%, а реально никто не пришел, да, и потом еще объявит результат 90% или 146%. То есть риски определенные были, но не такие большие. У нас же многие считают, что на выборах у нас торжествуют классификации, сейчас это не так. И не потому, что кто-то считает во власти, что это недопустимо. Хотя некоторые считают. Просто нет необходимости, ведь все проблемы решаются еще до начала выборной кампании. То есть всех отсекают. Это же серьезная проблема, когда начинка в ходе исследований количественных, качественных, что нет ни одной партии, которая представит их интересы. Ну, правильно, вспомните историю регистрации партии Навального или судьбу партии, которая возглавила Утков какое-то время. То есть в принципе, если мы посмотрим на набор участников выборов, там лучше боятся с хорошим. Лучше с хорошим с точки среди власти. То есть ну хорошо проиграет даже кандидат власти, но есть запасные варианты какие-нибудь от системной же партии. И как показывают выборы в Мосгордуму, например, 19-го года, ну случилось там опрокидывающее голосование, ну попали в Думу даже случайные люди. Что эти случайные люди сделали в дальнейшем? Стали системными в основном. За исключением, разумеется, Ступина, Янгалычева и Тимонова. Да, есть такие люди, есть, но они как бы и не были случайными, как мне кажется. Есть и другие случайные люди. Одного вообще где-то в горах искали после выборов. То есть не думал, что его изберут, уехал. Ну да, из поля Соловьева там есть, да, совершенно случайные оказавшиеся. Я думаю, что история в том, что не такие наши выборы грязные, как иногда люди себе это представляют, и в принципе можно было предполагать, что где-нибудь на отдельных участках наблюдатели действительно пытаются постараться или помогут что-то найти. Но это не было бы аргументом для того, чтобы оспаривать волю заявления большинства. То есть, условно говоря, плюс-минус, но результаты выборов совпадают с волей заявления большинства. однако обожглись на молоке дуют на воду. Хотя Панфилов выражает сожаление, что Борисе не приедет, на самом деле, я думаю, она тихо радуется, что одной головной более-меньше одна проблема отпала. Что мало ли куда, мало ли какие друзья здесь у них в России, наблюдатели, которые подскажут им, на что нужно поддеть внимание, и мало ли что они найдут. Или у нас еще очень боятся провокации, то есть на самом деле, конечно же, не системная позиция пойдет бросать пальчики бюллетеней прямо на глазах наблюдателей ОБСЕ, чтобы наблюдатели ОБСЕ это увидели, зафиксировали, и потом все это обсуждалось где-нибудь в Европарламенте. В общем, ОБСЕ в любом случае относится к нашим выборам критично, нужным в этом Бюро права человека. Не безосновательно, наверное, Константин Немного безосновательно, конечно, что уж там не самые транспарентные выборы, но российской верхушке наверное, сейчас имидж выборов не так важен. снявши голову по волосам не плачут, то есть на самом деле имидж страны и так уже подпорчен, но чуть больше, чуть меньше, какая разница. То есть в любом случае у нас же исходит из чего? Из того, что нас в любом случае воспринимать как ровню не будет, там господствует русофобия, против России ведется гибридная война, и приезд наблюдателей от ОБСЕ это часть гибридной войны, потому что это не наблюдатели, а это передовой отряд врага, который вот здесь какую-нибудь диверсию совершит. Не приехали, слава Богу. Константин чем объяснить или может в дополнение уже крайне сказано, но такое вот затишье, то есть совершенно нет нигде активности в плане подготовки к выборам. Я имею в виду пропагандистская работа, агитационная и так далее. Ну, компания подслушивается, безусловно, если мы говорим о федеральных каналах, если мы говорим о государственных СМИ, но и сами партии не особо стремятся развить бурную деятельность. И здесь, знаете, упрекать власть мне кажется даже не очень уместно. То есть вопрос, ну, скажем, такие партии, как КПРФ или СПОВИД РОССИЯ или СПОВИД РОССИЯ за правду, они же получают немало деньги от государства за пребывание в Государственной Думе. Что мешает, то есть ресурсы есть, что мешает обострить компанию, сделать ее более интенсивной. Нельзя сказать, что она совсем не ведется. Я вот пару встречал распространитель газет «Справедливая Россия» за правду. Один раз встретил агитатора Рашкина, есть такой видный московский коммунист. Но это такие эпизоды. Сколько хочешь в Москве, да, и сколько пользуешься метро, ну, раз, два, три встретил. Вопрос, наверное, к самим партиям. Вас, конечно, заинтересованы в том, чтобы выборы подсушить, не заинтересован высокой явки, потому что при низкой явке мобилизационные проекты дают больше результатов. И вообще, на самом деле, при низкой явке идут голосовать те, кто себя голосует, лоялисты. Женщины среднего и старшего возраста, которые привыкли, мы всегда ходили на выборы и опять пойдем, ну и так далее. То есть, у нас кто основной избирательной партии власти? Женщины среднего и старшего возраста со средним образованием с доходом ниже среднего. Вот они на выборы пойдут. Они привыкли. А если не пойдет молодежь, ну как бы, ладно. То есть, идти на обострение, раскручивать себе во вред тему выборов никто не хочет. Всех все устраивает. Себе во вред, Константин Эдуардович, получается. Себе во вред это агитировать за себя и получать больше голосов, получать больше популярности. Нет, на самом деле кандидаты-кандидаты правовластных очень активны. Возьмите московские округа. Камейки ставят планы Я имею ввиду КПРФ, ЛДПР, Справедливую Россию. ЛДПР, ЛДПР, на самом деле церкви ЛДПР еще присутствуют обычно в межвыборный период. Знаете, количество баннеров ЛДПР и вообще по технологичности компании ЛДПР вполне дееспособна. То есть у них всегда все весьма технологично и они так иначе присутствуют. Вот почему коммунисты не хотят расширить свою электронную нишу это серьезный опрос. Потому что на самом деле коммунисты могли бы очень серьезно увеличить свой результат за счет протестных избирателей. Что собственно иногда и происходит особенно в городах миллионниках. Но для этого нужно повредить несколько другую линию. и не отталкивать этих избирателей а наоборот к себе притягивать. Мы с вами знаем что КПРФ руководство КПРФ хотя оно консолидировано но не едино. То есть на выборах они консолидируются и собственно говоря и те кого читают партийные радикалы и получили возможность выдвижения там самый крайний вариант Удальцова ну или Рашкин например. но если потом по происшествии многих лет Зюганова спросить почему это было вот так почему они хотели расширить свою нишу вот он скажет я боролся за сохранение партии то же самое что он сказал про выборы 1996 года то есть мы оставались в оппозиции не переходя красные линии потому что если бы на основатель в оппозиции перешли красные линии с нами было бы то же самое что не системной оппозиции вот а на самом-то деле вы же понимаете у нас ни одна оппозиционная партия за власть не борется она борется за мандаты депутатские за их количество но при этом количество тоже если вся верхушка партии автоматически получает мандаты ну а что как бы напрягаться по поводу всех остальных да ну то есть руководство партии будет в Госдуме и достаточно создавать как бы ненужные риски себе своим близким родным есть пример Грудинина показательный да например есть пример Левченко показательный вот не хотят другие идти по пути Грудинина или Левченко да и потом может быть это искреннее желание не раскачивать ситуацию то есть опять же спроси Геннадий Андреевич Геннадий Андреевич почему вот так он скажет мы не имеем права раскачивать ситуацию мы должны помогать обеспечению стабильности мы в целом поддерживаем генеральную линию да мы расходимся в вопросах оценки экономической политики да есть министр капиталисты с которыми мы не согласны но президент и его курс получает нашу поддержку как то вот так то есть боятся победы получается да есть красные линии и флажки хорошо на самом деле сухой остаток от всех сказок но слов да боятся победы конечно Константин Эдуардович 17-19 число выборы в какой день правильнее пройти проголосовать людям какие рекомендации мы можем следить но вообще если наблюдение нормально организовано то неважно в какой день идти голосовать да но я так скажу последний день был бы очень уместен последний день голосования как день когда голосуют сторонники оппозиционных рядов оппозиционных партий если бы оппозиция при этом проводила экзит полы да то есть условно говоря можно было говорить что потом если бы оппозиция проводилась после выборных исследований кстати потом говорить что в принципе большая часть избирателей пришла в последний день, мы проводили взятполы, вот такой-то результат, он как бы не сходится с тем, что нам в итоге после подсчета объявили. Но узок круг этих революционеров, страшного долетения от народа, никто этим заниматься особо не будет. Может быть, где-то выборочно. В принципе, в оппозиционной партии, конечно, будут приходить в последний день, потому что именно в этот день мы будем особенно, так сказать, тщательно наблюдать за происходящим, а может быть, даже экзит-пол. Чтобы в течение двух дней ночи не перетасовали бюллетени буквально? Ну, есть и такая проблема, у нас же заверяют, что надо верить в сейф-пакеты и прочее, что невозможно такое сделать, в принципе, никто ничего там не поменяет. Но это же вопрос веры. Верить, не верить. Я исхожу из презумпции невиновности. Вообще полагаю, что, как я уже сказал, представление о том, что у нас выбор тотально фальсифицируется. Оно не соответствует действительности. Это знает любой человек, который работает на выборах, потому что ты проводишь исследование, смотришь, собственно говоря. Да, потом результат может сходиться на 10-15-20% по сравнению с тем, что ты получил. Но в целом тенденции сохраняются. У нас действительно, несмотря на то, что все недовольны, если поговорить с каждым в отдельности на кухне, да, все чем-то недовольны. В России все недовольны, да, одни тем, что воруют, другим тем, что воровать, сколько будет нечего. Это как у Салтыкова щедрена. За рубежом, как раз он об этом пишет. Одни недовольны тем, что свобод нет, другие, что слишком много свободы дали. Ну и так далее. Так вот, это же вопрос явки, вопрос гражданской позиции, готовности ее выразить в голосование. Я знаю очень много людей, критически настроенных по отношению к власти, большинство из них, большинство из них, я считаю, что выбор – это профанация и не ходит на выбор. Вот еще интересная информация. ЦИК зарегистрировал яблоко на выборы в Госдуму в партийном списке 300 кандидатов и экс-глава Открытой России, Генпрокуратура, мы должны это отметить, признала эту организацию нежелательной на территории страны. Так вот, зарегистрировал Андрей Пивоваров, который сейчас находится под стражей по уголовному делу. Константин Эдуардович, почему власть приняла такое решение? Там такая интересная перепалка по поводу преступников, которые попали в списки яблока, да, некоторые ЧНЦ говорили, что преступники никак не признащены преступники, но они преступники, ну и так далее. Два ЧНЦ даже прогрессовали против регистрации списка яблока, но большинством голосов списка яблока зарегистрировали. Там раздражители не только Пивоваров, но Пивоваров, наверное, главный раздражитель, как я, кстати, не системная позиция, но он идет вторым по списку в Краснодарском крае, никаких шансов на избрание у него нет. То есть даже если яблоко подает 5-процентный барьер, Пивоваров останется за бортом. Его взяли в качестве символа, но для того, чтобы, так сказать, привлечь протест на избрание, покажать, смотрите, какие мы смелые. Такие мы смелые. То есть все говорят, что яблоко это коллаборационисты. Нет, мы смелые. И, ну не все, некоторые говорят, что яблоко это на самом деле уже партия прошлого. Да, мы можем быть коллаборационисты, но мы не такие, мы современные, смелые и готовы, даже Пивоварова, список включить. Но почему-то не на первом месте. Например, по Санкт-Петербургу, где, собственно говоря, он проживает. Он просто содержится в СИЗО в Краснодаре, поэтому, может быть, Краснодарский край. Так вот, это игра, по-моему. То есть есть раздражители, но при этом есть система предохранителей. Да, первый раз в списке, но депутатом Госдумы он не станет. Вот это, кажется, тот самый случай, когда один в поле войн выпустит Пивоварову Госдуму, вот, он там будет каждый день требовать слова и взрывать мозги обывателям. Надо это власти? Не надо. Надо это яблоко? Тоже не надо, потому что никто не должен затмить с собой Явлинского. Даже Рыбаков, это мини-я, да, представители партии Рыбаков. Человек хороший, безусловно, но без каких-то ярких личностных характеристик. И это такое вот, как в одном из голливудских фильмов помнятым злодей и мини-злодей. Вот такое мини-я. Так вот, ну, не хочу обижать яблоко, я ко многим людям в яблоке хорошо отношусь, но все-таки считаю, что Рыбаков это здесь спецседатель, а не настоящая лидер-партия. Настоящая лидер-партия это Явлинский, который все контролирует и все управляет. Так вот, там, конечно, была очень интересная перепалка, и Рыбаков сглаживал углы и был очень, так сказать, политкорректен. Некоторые другие были не так политкорректны, и некоторые членцы были не очень политкорректны. Зарегистрировали, зарегистрировали, создали интригу. Причем на самом деле интрига, которая, как мне кажется, заинтересована сама власть. Да, то есть, что он говорит, смотрите, ну, вы говорите, что у нас выборы не демократичные. У нас даже человек под стражей баллотируется в списках Яблока. Прекрасный аргумент всем критикам из Европы и так далее. Смотрите, ну, где уж там, там вообще уже совершенно, как бы, не надо доказывать, что Пивоваров это оппозиционер из оппозиционеров, а он баллотируется. Но можно себе представить гипотетически, ну, допустим, да, представляем себе гипотетически, Яблоко получает 5%, попадает в Госдуму, и все те, кто стоит перед Пивоваром, снимаются, но берут самотвод, вот Яблоко заводит Пивовар в Госдуму. Нет, нельзя. То есть, такое точно не будет. Поэтому это такая безопасная фронта. То есть, фронта, но безопасная. Хотя многие скажут, что это прям акт гражданского мужества, это можно и нужно уважать, и вообще, какие они молодцы. Ну, собственно говоря, я скажу, у меня отношение к этому аминвалентное, в принципе, молодцы, конечно, что поддержали устника совести, с одной стороны, но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что поддержка имеет определенные границы, определенные пределы. То есть, если бы они его еще выдвинули в одномандатном округе в Санкт-Петербурге, или, как я уже сказал, поставили бы первым, в списке не Вишневского, там, допустим, да, или кого-то еще, а Пивоварова, вот это прям было бы, или в троих включили федерально. А так, ну, есть и есть. Вот немножко вернемся к КПРФ. На ваш взгляд, Грудинина позволят провести или нет? Ну, хотели зарегистрировать? Я думаю, нет, хотя многие не верят в никакой логики, то есть, похоже на сведение счетов. Кому-то Грудинин очень не нравится. Ну, да, он был несогласованным кандидатом. то есть, условно говоря, когда выдвигали кандидат президента, КПРФ не пришла в АП согласовывать его кандидатуру. То есть, я думаю, что там ждали Зюганова, а Зюганов сделал ход конем, такой финт, выданил Грудинина, и вот эта неуправляемость не понравилась. Вообще, Грудинин даже до последнего времени не был членом КПРФ. Может быть, сейчас он заявил, что он вступит в партию, но вступил он в нее или нет, может быть, еще не вступил. То есть, на тот момент, когда возникла проблема, даже не был членом КПРФ. Поэтому есть такие разговоры всякие у экспертов, что вот, Грудинина не пускают, потому что он может занять место Зюганова, а он радикал, это никому не нужно. Но для того, чтобы возглавить партию, нужно для начала быть ее членом. Так ведь? Но он не был членом партии, он сочувствующий, сторонник. Вот сейчас может быть вступит. В общем, на самом деле, мне кажется, такая дидактическая история, назидательная. То есть, на примере Грудинина научит других, воспитывает других. То есть, вот, зашли за красную линию, вот будем до конца человека гнобить. Для имиджа нашего политического режима было бы правильно допустить Грудинина. Ну, станет он депутатом, ну и что дальше? Ну, что-то, на самом деле, он выйдет на броневике, въедет в Госдуму, выйдет, залезет на броневик и призовет брать Кремль? Нет, конечно. Но все-таки трибуна будет, все-таки трибуна. Трибуна входит, согласен, трибуна будет, но Грудинин, у него, его трибуна, это те, за которых он получил. То есть, на самом деле, он по-любому уже публичная личность, его не обязательно быть в Госдуме, чтобы быть услышанным. Что мешает ему выступать, в том числе, может быть, и на вашем канале, играть все, что он думает. Интерес, в любом случае, гарантирован. Я же, когда говорю о трибуне, понимаете, Пивоваров, например, в стране неизвестен. А вот, если он выйдет на трибуну в Госдуме, он станет известен. Вот эта история, как бы, власть пугает. То есть, он неизвестен, но там его знают в Питере, в Москве, ну, мы с вами знаем, люди увлеченные. Выйди на улице, спроси 100 человек, вот такой Пивоваров, никто не скажет. А Грудинин знают, Грудинин знают, и вот, печальная его история, конечно, и печальный, на самом деле, с точки зрения человеческой, я даже не про политику говорю, но вот, как можно было так жениться, чтобы потом твоя бывшая жена стала главным инструментом борьбы с тобой. Я просто три раза сам разводился, вот, и думаю, что моей женой бы так не поступали. В общем, Грудинин можно посочувствовать. Один из сыновей пошел против отца, как известно, да, то есть, такая прям человеческая трагедия. И при том, что он нормальный бизнесмен, социально ответственный, его пример показывать, и говорить, что вот какой он молодец, а из него сделали жуту. Но эта система, как вы понимаете, махарик запущен, обратного входа уже нет. То есть, если кто-то как раз сказал, что Грудинина будет в Думе не должно, ну, значит, как оно и будет. Несмотря на то, что заявил Геннадий Андреевич о том, что дойдет до ЕСПЧ и вплоть до того, что выедете на улице. Смотрите, если бы, если бы хотя бы десятая часть тех, кто голосовал за Грудинина, вышел на улице, это была совершенно другая история. Да, там он получил восемь с лишним миллионов голосов, представьте себе 800 тысяч человек на улице. Ну, как раз об этом и говорил Геннадий Андреевич, что при необходимости он готов вывести. молодец, он делает все для того, чтобы показать, что он борется. Поэтому движение «Все», конечно, цель ничто. На самом деле, Геннадий Андреевич, в моей душе, наверное, последователь Бернштейна, которого Ленин критиковал, который сказал «Движение «Все», конечно, цель ничто». То есть, мы будем бороться, выставим одиночные пикеты. И что ваши одиночные пикеты? «Передикуй и предлагай». То есть, а вы-то сами что сделали? Можно сказать. Я все свое сделал в начале 90-х, когда выходил в КС «Демократическая Россия», был сам молодым и членом, ходил на митинге и кричал «Долгое КПСС». Вот. С тех пор я повзрослел, поумнел и на многом становился иначе. Если говорить объективно, то есть пределы возможного для Зюганова, есть пределы возможного для КПРФ. Я с уважением отношусь ко многим представителям этой партии, и к партии отношусь с уважением. на нашей политической сцене. Но есть пределы возможного. Требовать от них, например, чтобы они в костюме легли за Грудинина. Знаете, один мой коллега провокационно заявил, но провокационно именно, что если они так привязаны с Грудинином, возьмите тогда и снимите список выборов. Или мы с Грудининым, или никто. Коллега коммунистам не сочувствует. Сразу скажу. Он это заявил, потому что, чтобы потом сказать, ну вот видите, они же этого не сделают никогда. Ну и действительно не сделают. Потому что партия надо сохранять, потому что, то есть все, 5-10-е. Если говорить о крайних формах поддержки, ну так откажись от участия в выборах. Либо верните Грудинина, либо мы вообще не будем участвовать. Вот вам георегитимизация выборов и результата. Этого не будет. Поэтому я думаю, что Грудинин вряд ли будет в Государственной Думе. Но если все-таки исходить даже из интереса системы, из имиджа ее внутреннего, не внешнего, а внутреннего, может быть, стоит все-таки пересмотреть ранее принято решение и с учетом сомнительности тех обстоятельств, потому что, ну на самом деле, там не так все с этим офшором, очевидно. если бы все-таки Грудинин остался, это было бы главное событие компании, если бы говорили, о, теперь у нас оттепель либерализация. Не верите в оттепель, Константин Доргевич? Не верю в оттепель. Нет, не верю. Константин Доргевич, затронем несколько вопросов о других оппозиционных силах. На ваш взгляд, политическое будущее Навального закрыто? Нет, оно просто поставлено на паузу. То есть, опросы показывают, что поддержка падает, но, я думаю, количество опросов не дает реальный результат. Ну, знаете, вот вам звонят по телефону, здравствуйте, это в ЦИО, как вы относитесь к Навальному, вы сторонник его или нет? Ну, нужно быть очень смелым человеком, чтобы сказать, да, я сторонник Навального. Поэтому, то, что опросы показывают снижение поддержки, ну, даже у Левада-центра, который иноагент, надо говорить, Левада-центр, это иноагент, организация признана агентом. Так вот, многое зависит от того, когда он выйдет, вот, как он вообще все это перенесет и когда он выйдет. Я думаю, что ему, когда он возвращался в Россию, казалось, что ситуация здесь уже предкризисная и скоро случится вот этот самый катарсис. И как раз тогда вот он и выйдет на сцену как лидер оппозиции. но ситуация оказалась вполне стабильной. То есть, я полагаю, что он возвращался, исходя из своих каких-то прогнозов на будущее. Не только тому, может быть, его враги будут говорить, что ему давать какие-то гарантии, и поэтому он вернулся. Я думаю, что он знал, что сядет, но у него были представления, что в течение короткого срока в России всего меняется. И вот он выходит и, соответственно, является моральным авторитетом и единственным лидером оппозиции, признанным. То есть, второй Ельцин. Но все пошло не так. А теперь вопрос ведь не только в Навальном, а в том, как будет ситуация в стране развиваться. то есть, если она будет развиваться в позитивном ключе, это одна история, если негативным, это другая история. Но политическое будущее у него, безусловно, есть. Это может быть политическое будущее внутри страны, это может быть политическое будущее и за ее пределами, если окажется, что наш режим не собирается меняться в ближайшие десятилетия или в ближайшие 20 лет, и Навальный выйдет, окажется, в итоге все-таки там, куда его хотели отправить за границу. Есть же пример политмигранта Ходорковский. Какие надежды связывала несистемная оппозиция? Но ведь сдулся, в принципе. Ну, то есть, не стал. Находясь за рубежом, очень трудно быть моральным авторитетом. Есть, я говорю, два варианта. Просто вот, если Навальный доживет до выхода из местных строительных, отдаленных, ну, вот, один вариант, когда все-таки его выдавливают, выжимают, депортируют, и он оказывается за рубежом. Второй вариант, когда он оказывается здесь, и вопрос, что будет происходить в стране в тот момент. Но сейчас он самый рейтинг, конечно, из оппозиционных политиков. Если говорить о той оппозиции, которая недоговороспособная антипутинцем. Потому что, я говорю, что надо делить на, есть системная оппозиция, есть несистемная и несистемная оппозиция тоже можно разделить на два условных лагеря. Нахождение Навального в тюрьме определяется сроком нахождения Путина в Кремле? Ну, оно определяется, в первую очередь, теми законами, которые, по мнению судей, он нарушил. То есть, условно говоря, о том, что прописано в уголовном кодексе. Ну, а если какие-то политические целесообразности, то, конечно, можно предполагать, что пока Путин остается президентом, Навальный может быть либо в тюрьме, либо за границей. То есть, можно на самом деле представить себе ситуацию, в которой вдруг власть решила всех удивить, власть же должна поражать ОСЕ. Вот. Какая-нибудь большая амнистия связанная с каким-нибудь большим событием. Навального выпускают и продолжают насморят и улетай. Вот. Но он же не захочет улетать в этом дело. То есть, Ходорковский захотел улететь. Константин Эдуардович, все площадки, связанные с Ходорковским, информационные, заблокированы. Существуют ли риски, что навстречу к Михаилу Борисовичу поедут условные Баширах и Чепига? Я думаю, нет. Никому. Постой к посоку, он реально угрозы не представляет с точки власти уже. Несмотря на то, что даже дочерняя компания Юкоса недавно выиграла 5 миллиардов в России. Вот. То есть, платить не будем, да? Не поедет, я думаю, где мы никто. Но закрытие этих ресурсов тоже много говорит. Ну, первый вопрос, почему не закрыли раньше? Я, кстати, довольно часто дал комментарии открытой медиа. И, ну, теперь у меня не будет комментария открытой медиа. И МБХ тоже позвонила. Так вот, почему раньше не закрыли? Почему именно сейчас? Да? Вряд ли бы они повлияли сильно на выборную компанию или на делегитимизацию ее результатов. И самое главное, собственно говоря, если говорить о закрытии этих ресурсов, с чем у вас идет на вот все эти имиджевые потери. То есть, кому и что она хочет сказать таким образом внутри страны или за пределами страны, может быть, за пределами страны тоже. Идет компания ужесточения всего и вся, да? Но должен быть какой-то предел в конце концов. То есть, очевидно совершенно, что пар из чайника надо выпускать. Сейчас торжествует охранительная логика. С моей точки зрения, с политической точки зрения существования там МБХ-медиа, ну, сколько у них там было читателей? Может быть, и было сражителем. Но была и другая сторона. можно было говорить о том, что все разговоры о переходе авторитарного режима или электорального авторитаризма в новое качество, появление элементов диктатуры, да, это все бред, сивы кобыла, это все критики власти, которые видят 37-й год в любых действиях власти, даже самых безобидных. А тут достаточно много уже сделано для того, чтобы пар, для того, чтобы чайник запаять, для того, чтобы пар не выходил. Но у власти мучше своя логика, знаете, со стороны кажется вот так, каждый мниця статегам или обой страны, они, видимо, действительно верят в то, что идет гибридная война, и что МВХ-медиа или открытые медиа могут стать инструментом таким, как была ленинская искра. Из искры разгорится пламя, а из МВХ-медиа разгорится костер, пожар и так далее. Но опять же, обожглися. Не дай бог, Россия станет свободной и открытой, да, это очень страшно для власти, очевидно. понимаете, в чем дело? У них свое представление о свободе и открытости. То есть границы открыты, что вам еще хоронякам надо? Границы открыты, не нравится, выезжай, вот так вам скажут. Границы открыты, макарошки на полках есть? Да, есть, есть свобода выбора из 20 сортов колбасы, свобода выбора, что же свобода, да, свобода выбора. Власти иска не сходит из Столыпинской формулы, да, дайте нам 20 лет покоя внешнего и внутреннего, и вы не узнаете Россию. Но Столыпин говорил, замечу, его же у нас возвращают покоя внешнего и внутреннего. Вот можно ли считать то, что у нас происходит внешним покоем? Ну, то есть с точки зрения отношений, которые у нас складываются с коллективным Западом, отдельными, странами, отношения с, не только отношения с США, отношения с Японией, отношения с Германией, Францией и так далее. За исключением Беларуси? Ну, вот, так вот, Столыпин предлагал совершенно другое, все-таки. Это там, покоем внешним и внутренним. Ну, да ладно, это долгая история. А сейчас, как представляется, ну, вот есть задача, так сказать, удержать ситуацию, ну, хорошо удержали, дальше что? То есть, какова стратегия, образ будущего, предвидите, пожалуйста. То есть, как в Китае, но в Китае, понимаете, в Китае свободу не дали, но дали экономический рост, рост доходов. Китайский средний класс. Уже почти 30 миллионов семей в Китае могут отнестись к среднему классу, еще по-европейски. Вспомните ситуацию до пандемии, ну, не знаю, если вы куда-то ездили, приезжаешь на Мальдивы, везде китайцы, везде. Приезжаешь в Париж, сплошные китайцы, Рим, китайцы и так далее. То есть, да, там есть проблемы ограничения свободы и прав человека, но зато китайцы знали, что каждый год будет лучше предыдущий, да, вот, есть экономический рост, есть рост доходов, нет свободы самовыражения в Фейсбуке, потому что Фейсбука нет, есть там китайский фаервол, хотя они обходят прекрасно, на самом деле. Я общался с китайцами, которые есть в Фейсбуке, вот, есть возможность, в конце концов, обойти все эти заграждения, препятствия, но самое главное, как раз я общался с этим китайцем, которые хвастались в Фейсбук, на Мальдивах, и он ругал свои власти, вот, но на вопрос, как, вот, на самом деле, его личная жизнь складывается, сказал, что да, действительно, благосостояние растет, вот, на Мальдивы приехал, не первый раз, причем, так вот, есть разница, когда нам предъявят будет модель, там же все еще жестче, да, жестче, но там кормят лучше, вот, а когда предлагают завинчивать гайки, но при этом растет количество бедных, или растет расслоение имущественное, да, и расслоение доходов, или когда нет экономического роста, доходы населения падают, вот, это другая история, это история не про Китай, это история про Латинскую Америку, тогда уж, определенных времен, да, про определенные режимы, вот, в общем, я думаю, что для власти это серьезный вызов, серьезная угроза, надо все-таки обеспечивать не только телевизионной программе людей, но и обеспечить им рост доходов, и тогда люди будут готовы смириться с тем, что мы, может быть, не самое свободное общество, а нам будут говорить, вы что, ходите на Украине, смотрите, вот у них там, под у них там тоже свобод нет, вот, еще и жрать нечего, ну и так далее, знаете, ну, если вы прекрасно знаете весь этот набор аргументов, хотите, как на Украине, хотите, как где-то еще, вот, или посмотрите, что случилось после цветных революций, с арабскими странами, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я предполагаю, что запас терпения у населения нашего еще есть, но у какого населения? У постсоветских людей, которые все еще сравнивают с тем, что было, да, у нового поколения другие запросы, я думаю, что изменения в стране произойдут просто смену поколений, у нового поколения другие запросы, это, конечно, печально, что, может быть, я не застану лучшие времена, мне печально, неужели такой далекий горизонт у нас переменен? Вот эти мои дети будут жить в другой стране. знаю, в чем дело, я думаю, что все-таки вся проблема в том, что свободная свобода живет внутри нас в первую очередь, и общество наше стареет, как известно, и если мы посмотрим на результаты опросов, знаете, я очень часто встречаю такие прекрасные формулировки, например, я поддерживаю власть, но не поддерживаю Единую Россию, да, или там, как вы, знаете, как вы относитесь... 57% одобряют деятельность Путина, согласно полноте. Как вы относитесь Путину, ему нет альтернативы. То есть, что такое, понимаете, одобрение деятельности, на самом деле, это, может быть, и обожание, вот, какой он молодец, все проблемы порешал, и очень успешно, да, вот, второе случай, это он старается, ничего не получается, но, во всяком случае, старается. Третий случай, это альтернатива нет, да, то есть, остальные еще хуже, не будет Путина, вообще будет кошмар, мрак, и гражданская война, поэтому пусть будет. И, да, есть вот этот рейтинг одобрения, но электоральный рейтинг уже ниже 50%, ну, в смысле, если бы выборы стоялись, то есть, вечным президентом, даже сторонники, не все сторонники Путина, хотя Путина, вечным президентом, он, безусловно, стабилизировал ситуацию в стране, кто бы спорил, но у всего есть срок эксплуатации, наверное, и вот это будет большая трагедия для него лично, если он пропустит момент транзита, нужный момент, да, когда можно писать себе историю, как великого государственного деятеля, вот, дело в том, что если, вот, те, кто, ну, как спортсмен, да, должны уйти вовремя, может быть даже, можно поиграть одну схватку, то есть, пройти пик формы, даже подоградить одну схватку, но и те вовремя, Путина все время что-то будет не отпускать, то есть, незавершенность геополитической игры, нерешенность внутренних проблем, а при этом система, которую он выстроил, в новых условиях уже не так эффективна, и можно просто пересидеть, вот, я полагаю, что все-таки, несмотря на историю с обнулением, он доказано прекрасно понимает, я думаю, что в какой-то момент нужно будет, ну, хотя бы, хотя бы, рокировку провести, там, а-ля Путин-Медведев, да, поставить по другому человеку, потому что, если ситуация в стране будет ухудшаться, в исторической перспективе, это будет связано уже с ним, то есть, сейчас это связывает не с ним, с внешними факторами, враги мешают, ковид наступил, в этом смысле ему даже везет, потому что, цены на нефть опять, там, подрастают, да, вспомните, апокалиптические прогнозы, двухлетнедавность, по поводу того, что окончательно рухнув цены на нефть, вот, сейчас они немножко подросли, но, мир меняется, пройдет какое-то время, все пересядут на электромобили, да, электрические автомобили, типа Тесла и так далее, только дешевле, углеводородная наша история рано или поздно закончится, и, собственно, нужен какой-то набор новых решений, нельзя просто, вот, исходить из лачебного принципа, не навредить, да, ничего не будем делать, главное не навредить, ничего не навредить, вот как-то оно само собой все трясется, в какой-то момент станет невозможным, и какой-то качественный переход будет нужен, вот если он пропустит момент, пока еще этот момент, как мне кажется, не наступил, хотя, я, например, думал, что логично было бы еще допенсионные реформы обозначить преемника, да, а пенсионные реформы и все остальное повесить уже на другого человека, сейчас уже и пенсионные реформы немножко подзабылось, рейтинг Путина действительно высок, пропаганда очень хорошо отрабатывает, очень, это понятно, даже любая пропаганда рано или поздно иссякает, понимаете, то есть, условно говоря, вот нет ничего вечного, и с точки зрения его собственных интересов, ему нужно правильно выбрать момент передачи кресла президента, при этом, конечно, сохранит контроль. Константин Владимирович, вот немножечко вернемся, вот у нас санитарное дело, на ваш взгляд, санитарное дело будет длиться бесконечно вообще у нас, оно никогда не закроется? Так же никогда не кончится пандемия, да, третья волна, четвертая, волна пятая, он уже пишет, что на самом деле может появиться вирус, который будет убивать каждого третьего заболевшего, в смысле, новый штамм. Ну, санитарное дело, я думаю, все-таки закончится, тогда, когда закончится выборная кампания, в Госдуму. Но потом и будет президентская кампания, вот многие думают, многие мои коллеги думают и говорят даже, что сейчас это завиточные гаи ситуативные, вот сейчас пройдут выборы в Госдуму, власть с обречением, все, фух, выдохнули, результат получен, можно гайки разведить обратно. Может быть, немножко, да, чуть-чуть. Ну, и потом же будут выборы следующие, президентские. Я думаю, что вот эта заморозка некоторая, ну, вообще, общая заморозка, она продлится до 24-го года. Ну, а фактически до транзита, если таковой состоит. До транзита, да, фактически до транзита, да. 24-й год, как условно, на самом деле может случиться и раньше, мало ли что. Хотя, знаете, вот мой хороший знакомый, профессор Славик, каждый год обещает, что он случится уже в этом году. Вот, каждый раз, я с ним встречаюсь, я ему говорю, ты очень до конца этого года, я тебе говорю, до конца этого года ты увидишь, как все поменяется. на ящик коньяка не поспорили на всякий случай, чтобы не зря были разговоры? Нет, более того, у меня скоро день рождения, может, самому что-нибудь подавить. Но, вот, я бы быстрого транзита не ждал. Особенно, с учетом того, что, я говорю, геополитическая игра продолжается. То есть, была одна встреча с Байденом. Путин же должен выйти победителем. Ну, может быть, ситуация даже вин-вин, когда обе стороны говорят, Байден говорит, мы победили, Путин говорит, мы победили, все победили. У него же есть незакрытый гешталь. Он не может выйти из игры, не закончив игру. Причем, это не столько даже про внутренние дела, сколько про внешнюю политику. Знаете, чтобы сказать, я оставил, я оставляю вам Россию, решившую все проблемы основные, заложив основы для развития, доказав, что мы суверенно государство, подтвердив нашу роль в мировой политике, взял Россию с Сахой, оставил ее с гиперзвуковыми ракетами. Взял Россию раздробленную, вот она, единая, сильная, неделимая и, ко всему прочему, еще мировая держава. Не региональная, а мировая держава. Да, это, наверное, то, что он хотел бы, скорее всего. Хотя, некоторые говорят, что не хочет на себя выставить писать, да что ты. на самом деле, нет таких высоких устремлений, но я, думаю, что за таким устремлением, ощущение, осознание своей миссии, ощущение миссии, миссианство присутствует. Вот, и здесь важно наступить в такой момент, когда можно сказать, что, в принципе, все основные дела я уже сделал. Или это будет бесконечная история, да. Вот, эта музыка будет вечной, только батарейки заменим. Тим, на ваш взгляд, кто может искренне симпатизировать, Путину? не за страх, а за корысть. Моя мама, например, моя мама, искренне. Моя бывшая теща, искренне. Во-первых, он нравится женщинам среднего и старшего возраста, как человек, который навел порядок. Я думаю, что и у молодежи есть те, знаете, на самом деле, сила, она спритягательна. То есть, одно дело, так же, как и деньги, да, для женщин. один и тот же человек, если он миллиардер, вот, или если он безработный, вызывает разные чувства. То же самое, один и тот человек, если он президент, вот, или, ну, или обычный подполковник, да, или полковник. Можно взять разные чувства. То есть, на самом деле, это не отрицает талантов и достоинств нашего президента. На самом деле, для людей постсоветских он, безусловно, успешный правитель. И они очень пятизируют, просто потому, что жива память о 90-х. То есть, но... Несмотря на то, что падение уровня жизни еще терпимо, несмотря на то, что... Ну, оно же падение в связи с чем? В связи с тем, что было, да, падение, в связи с тем, что было, там, скажем, году 12-м, 13-м. А если говорить о... Смотрите, кто с чем сравнивает? Моя мама все равно сравнивает с 90-ми. Моя мама все время оперировала. Такая вот травма, да, у людей. Их своей молодости, своей голодной, полуголодной молодости. Вот, на самом деле, сынок, ты не знаешь, как мы жили. И воспоминания про года 60-е. Так что, я говорю, смена поколений. В общем, я не стал бы, отрицать, что значительная часть российского народа населения не готова к переменам, хотя запрос на перемены безусловно растет. Но значительная часть живет во принципе, лишь бы не было войны, не было бы хуже. И в этом смысле, знаете, сколько бы анекдотов не рассказывали о Брежневе, но когда Брежнев умер, вот, некоторые плакали, совершенно искренне боясь, что будет дальше. Вот, так в этом бонгерке шел. Константин, огромное вам спасибо за ваше время. Спасибо. Все хорошо.